интересно только что как будто игру выкинула записывает так ok еще раз начинаю значит если столько сейчас вспомнил что когда загружал игру что оказывается я не сохранился возле этого генерала или как его там полковника у которого я поменял наконец-то бутылки на документы и получается на обратном пути меня поджидают контролер с зомбами я это уже узнал но теперь мне нужно туда еще раз дойти прежде чем это наступит и я за об этом забыл мне все время казалось что я там именно вот осталось оу 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 маску надо 7 кто-то не играл год и вот главная причина почему я не продолжал стримить это потому что я собственно не знал как я собираюсь вообще с контролером сражаться сейчас потому что теперь когда я знаю что это произойдет это не меняет факта что я не готов как бы к бою вот у меня например оружие не совсем подходящее и по сути мне только зомбами нужно сразиться сам контролер я так понимаю не слишком агрессив то есть он не будет меня пытаться зомбировать ну надеюсь в общем я так и не придумал что с этим делать и поэтому я не начинал но сегодня наконец начал запись потому что как бы ко мне ну я как бы гениальное решение нашел понял как это нужно можно решить я всю игру мечтал попасть на забытый хутор и на болота и это как раз хороший как бы повод хорошая адвазка потому что по сути выход с агропрома это не единственный я могу даже в теории пойти о там кстати могут военные восстановиться но буду постепенно смещаться я по сути могу даже к ученым уже пойти либо там еще в общем был какой-то одна из дорог вела ну вот если пойти туда то я попаду как раз так агропром вот тут есть на самом деле переход на болота если конечно он у меня взят но по моему его не надо брать именно этот не нужен оу нет он ведет точнее на забытый хутор да и один из путей это через свалку а второй у тут как раз где я говорил и он или он все-таки на болота ведет напрямую я не помню но я по моему как раз так туда и попадал раньше короче говоря крутой повод попасть туда это как раз я обойду контролера может он даже не появится и по сути мне все равно документы не нужно даже нести пока что ну бармену это не срочно то есть я вот это все делал собирал бутылки чисто чтобы поменять и достать документы но когда я получу я собственно дальше даже не знаю что вар я так уже ходил то есть по сути вот этот случай почему я бросал болты все это время тот случай который показывает почему еще одна причина почему я вдруг захотел постримить несмотря ни на что как бы потому что я говорю я давно не стримил вообще какие бы то ни было игры даже сталкер тем более потому что годдем голос краины как бы он мне постоянно напоминает вот именно само так короче я когда и смотрю меня вспоминает всегда агропром вот этот здание вот это вот вся вот это вот ну локация и не объяснимо даже почему но что-то в нем есть от него и поэтому захотелось несмотря на что попытаться включить по стриме сейчас конечно что-то пойдет не так может она не да запишется там или еще что-то но главное начать как говорится а еще про эти же сами шоу хотел немного тут сказать ну мысль о том что типа все говорят что это там на самом деле чисто шоу и в нем нету смысла и там ну даже самых хороших выкидывает и все такое но об этом умничают тех кто даже туда не ходил собственно и даже вот само решение пойти это уже круто как бы ну я не знаю я сейчас не готов на самом деле это обсуждать так сейчас наша птушканы хотя нет они скорее всего ко мне придут так честно убедиться что у меня патроны все есть я хочу убедиться что я взял с собой бутылки оу это по-моему сам этот полковник или генерал короче вот так бутылки есть он они у меня это он как раз от этих же от химер отстреливается они сейчас на мне не побегут то я постараюсь отбежать их на пойду пожалуй туда нижней настолько хитрый чтоб знать тут дело в том что сейчас впереди он ну военные они короче днем как будто дальше видят и они могут уже до сюда дострелить так куда я сейчас попробую короче отдать ему бутылки и побежать на за вот эти вот колючей проволоки надежде что меня это перенесет на забытый хутор с которого я смогу перейти на болота либо это меня перенесет на болота потому что на самом деле тут есть куча переходов которые как бы не обязательно активировать например на болото можно попасть с кордона если перейти а я только сейчас вспомнил а нет нельзя да я пробовал точно там ну если откроешь переход по-моему вот этого у небова ивана небова надо было купить как бы рецепт не рецепта как этот информацию о переходе поскольку его убили военные случайные то я не смогу узнать и перейти так туда а вот он хотел не снимать саму дорогу к нему но как только включил игру понял что хочется всех снимать это просто одну я в тот раз это делал все но я уже не помню даже как это все происходило из-за того что это давно было не помню сейчас уже кому вот он по моему трамплин ну здорово как говорится так по поводу водочка прибыла ай молодца хорош давай не томи ты сначала скажи документы принес слово военного забирай позже заберу дипломат окей все по сути готова подъезжаю а он водку менять но у меня пока нету класса шут в этих вот вышках дым не аж сразу напомнилось ну как она там кишка зоны до кишка зоны а это химера лежит если что-то большое думал кабаны не это химера они сходить ли мне за когтем ее все по хорошему мне бы сейчас сохранится я в тот раз о может тут и костер где то есть кстати потому что ну тут идеальное место для костра если если кабанов нету то может под этим деревом или еще где то здесь если будет тут где то костер я буду очень рад химера тут нет забора интересно прикольно если можно было за пределы карты так свободно выходить нету фоки так бумеранг мой бинокль так о сундук интересно о тут ворота да там обычно много артефактов еще шоков они прибежали еще странно день сиделись мне прям теперь хочется к этому сундуку подойти но я не думаю что там что-то может быть именно сюжетная как бы хотя тут по-другому система тайников тут же нет такого что можно открыть содержимое он вот это опять напала на меня необъяснимый приток радиации услышу его ну как бы не думал что настолько далеко как бы и вывести также не тратить анти рад на это окей я сейчас попробую артефакты поцепить я с вывертом хожу так это слизь радиация плюс 5 и этот плюс 7 ну вот этот я конечно аккумулятор почти разрядился когда он успел я вроде не засыпал с звук звучало как химера или как кабаны оба варианта возможно тихо тихо вот тут переход на а нет он не здесь он там это как раз и есть переход конечно не видно ничего они так стерли стратегически вот эта дорога как будто вела нас на болота и здесь кстати одна из они тут все до собака живет тут не химера на вот это переход на болота по идее мне запомнилось он здесь был может тут костер будет я бы не отказался у меня здоровье уже отнимается оп тихо 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 чё я постоянно забываю что тут аномалия вот это на самом деле хорошее место для костра о кто-то не играл давно явно о класс слышно музыку о это же не класс это сейчас видео выключат звук вот тут не те же переход на болото кажется что где-то вот я хочу все таки как можно дальше пойти вдоль этой уже отнимается здоровьем дантират брать которого у меня нету к сожалению а нет есть он у меня в разгрузке а нет и тут нет точно аптечка то хоть есть нету по моему тоже а если все равно поцеплю вот это она у меня тоже лечит как бы и главное ну что именно меня повредило вообще непонятно до сих пор просто вот эта вспышка радиации необъяснимо позагорать бога кстати лучше ну нет здесь не может быть перехода туда ну как как гора какая-то это не то она не а хотя вот от они помню это место прикольно с приходит придется перепроходить это все опять потому что здоровья как бы у меня много как же выйти отсюда кроме как у так может пока не идти на болота все таки а quick save это по моему был на свалке вот кстати я могу подготовиться на свалке к тому что на меня сейчас нападать будут а ладно не может и не надо пока идти на свалку это какой-то странный ой на болота какой-то странный на самом деле такой стратегический этот как бы я не хочу туда идти по необходимости мне хочется туда пойти как бы торжественно уже и вообще чтобы это было круто само по себе а сейчас она как не не то какая страшная вообще в советское время музыка была и эстетика и то наверное как это все записывалось то есть звук сам по себе таким странным получался потому что микрофоны такие были например и как по-моему все в но ищут синтезаторы эти все вообще странное время конечно большого разброса но у моих спасибо итак попытка номер два я вчера что-то стриме надо я не стриму я записывал с приставки прямо он так я смотрю как-то сильно светло это потому что я маску забыл не светло а как контрастно чистос лишь так если сейчас дойти туда и с мышкой что-то вот именно вчера я песню делал и там надо было ноты рисовать нажатием одной кнопки а так получалось что она как будто двойное нажатие делаю только что я нажимал а на артефакт я нажал чтобы поставить его информацию а он его поставил в пояс то есть он его использовал это может быть летально если мне придется например выстрелить один раза она выстрелить два раза например или еще когда-то по моему радиация кстати вообще такой не не подготовленный к всему что сейчас будет происходить у меня смысле как бы не антирады не аптечки аккумулятор разряжается вообще я чистая на и сюда пришел чисто чтобы отдать этот ящик уже наконец-то и пойти себе бары может дальше кстати я вот не помню как тут вообще структурирован сюжет по сравнению с оригиналом по моему теперь реально не помню по мысли бар придут а там меня опять вернут в темную долину вот это вот заражение с тушканами я так смотрю теперь что она не обязательно то есть их возможно обойти просто пару раз я не обходил и поэтому мне кажется теперь что это необходимо но нет казалось бы все должно быть точно так же как было все эти остальные разы но это же зона о химера она еще живая потому что слишком быстро подошел и он не успел еще с ней сразиться нет пройти я не хочу хочу чтобы ты избавился от химеры сейчас я тут динайс сейчас надо залезть может на вот эти пока прыгать могу нет они не горизонтальны оп вау у меня аж этот персонаж встал вдруг как это произошло интересно вот же сохранял к что произошло о это по моему у меня артефакт выветрил нет я пожалуй пока сниму есть ли у меня спички there's only one way to find out как говорится тю круто да ну я говорил логично возле него захватку поставить я пожалуй сейчас реально сохраню здесь чтоб каждый раз на ней идти а вот мой последний коробок тогда зажигаем мне кажется сейчас не повезет сначала поговорю точно да вот водочка принес забирай меняемся ей так а шо у него кстати есть патроны гранаты автомат лекарства что за лекарства да врут зажигаем дают обычные наши армейские две аптечки за бутылку вау это очень круто блин я могу сейчас у него набрать реально 40 аптечек за вот этих ну правда ему их отдал и так что еще есть обычные патроны вот эти сколько простых две пачки за три за две час куда четыре пачки за три бутылку а то есть в любом случае три интересно все можно сохраняться теперь нет одна спичка сломается ясно сейчас скажет тьфу а я думал неужели все это была моя последняя спичка последняя надежда не перепроходить это все 10 раз но сейчас химера умерла соответственно я смогу более-менее беспроисшественно дойти до вот этих ворот кроме того что там радиация аномалии сохранится в так у меня спальный мешок еще есть еды в принципе достаточно и если если да спальный мешок это чисто сейв это отдельный слот это круто это самый лучший вариант но так и аккумулятор после сна чтобы не умереть стоит ли она того принципе я сейчас в любом случае буду идти просто я ради видео я хочу каждый раз показывать как я иду сюда и за этого блин рискую спичку последнюю потратил меня просто карма говорят что все что касается удачи у меня именно максимально не так потому что какая-то там планета в день которой я рожден была затмелена каким-то спутником который раз тысячелетия появляется и несет неудачу именно повезло кавычках так бэдлок бутсиха никто не поймет этой референс блин тут еще и радиация может если сбоку идти не будет и и радиация мне больше всего не нравится тем как не невозможно как невозможно ее интенсивность определить по звуку она то трескает то не трескает ты ушел она до сих пор трескает слышу электру вот прям здесь где-то вон там а нет вот вон да это трамплин ой ну трамплин это обычная аномалия я имею ввиду тарзанка не это метель как она там называется снежинка слышу собак странно вроде здесь собак обычно нет на этой половине как бы хорошо что тут радиации нет без спичек конечно так не уютно у меня по моему есть один артефакт более менее ценный из таких из ненужных грави там или что такое с минус 6 радиацией вообще я его по моему сам сварил да точно и я могу его продать и купить спичек еще аптечки не хочется менять блин анти рады все потратились когда я успел реально о нет радиации как же хорошо сейчас по идее вот здесь трескает или нет так далеко в принципе нет смысла кидать он кстати вот он мне дал дипломат так называемый сколько он весит я в тот раз смотрел но я уже не помню вот цветы так красиво вот четыре килограмма окей до 35 нормально я не перегружен так скриншот время скриншотов так пока радиация хотя бы не набросилась на меня за перейти успеть пойду-ка короче не уверен что так можно но не помню как еще открывать открывать же ли вообще нельзя не может быть еще радиация такая ни туда ни сюда может это можно будет вывести неужели здесь нужно как бы дорогу разведать чтобы открылись эти ворота даже в принципе я не удивлюсь учитывая правила этой игры как могу с таким же успехом подходить к зомбям потому что все равно не выживу теперь тут хочу радиация а я над полосами такими интересно тушканы не до вас сейчас хочу добежать хотя бы до зомби узнать хотя бы может ли меня повреждать контролер вообще все тут я чувствую себя безопасно вот это вот на самом деле кто-то вот суть это игры когда ты на последнем издыхание пытаешься что-то сделать берешь последний артефакт и и вся моя здесь судьба может сейчас спички разожгутся я смогу сохраниться возле ученого хочу сказать и тогда смогу ну тогда я тем более буду как в ловушке а нет у меня все равно автосейв будет работать да надо попробовать может назвалки у кого-то еще были спички потому что я могу сейчас сохранить ну квиксейв загрузите в нем я еще на свалке я могу там как бы ну по-моему и у кого не было вообще там все те же usual suspects остались все и у них ничего вообще нет нужно поставить в огня если он есть вообще а у меня артефакты сейчас есть у меня с до 100 и локации не поменял ну нормально так можно вау скорость ничего себе до того как я был ранен ну короче да он быстрее бежит потому что видно недавно спал и здоровье пока полный конечно очень надеюсь что на видео ой на 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 записи громкость будет нормально потому что у меня микрофон толстится он то громкий то тихий и я ну пытаюсь на максимум оставить он все равно слишком тихий и общая громкость у видео получается слишком уменьшена так всегда мне не обязательно нужно обходить уже сейчас начать я тут иду так далеко обхожу потому что у там даже еще тушканы на этом пригорке слишком как-то безалаберно бегу ну как это recklessly на русском типа with no regard to safety я смотрю на эту дорогу и она напоминает всю жизнь в том смысле что куда бы я ни пошел и вот сталкеры например приходят сюда они тут есть пока они есть все хорошо потом зона как бы выбирает от них избавиться убирает их из себя и все и ничего не меняется смысле вот эти все места будут существовать и без нас не отвали отсюда по-хорошему сейчас химера если смотря где химера все валю по-хорошему классно такой мощный вообще у него как автонаведение по ней жалко что химера меня бы спас вот давай сейчас сразу не да сразу потрачу спичку какая разница она в любом случае может тут реально рандом то есть может может и сработать как сейчас ей сохраняюсь f5 10 так ну я конечно сначала поговорю на на все еще раз сохраняемся все теперь реально тут загнан в ловушку хотя нет у меня есть авто сейв между локациями соответственно я смогу при желании так однако что делать ну загрузить вход как я только что пришел и сразу на свалку вернуться то есть я в теории как бы более менее гарантия есть как же тут перейти я помню здесь где-то был переход вот не у там где те ворота а где-то вот тут правее как бы ну не так я конечно не перепрыгну но хм не там все таки да там будет отдельная дорога она не такая какая то короче сейчас возвращаюсь по той же а так глупо по тому же пути и Попробую сразиться с зомби по-нормальному Там, в принципе, прятаться некуда Они в таком узком Проходе их поставили На самом выходе с локации Я не знаю, как их переманить Там стратегии не может быть На самом деле, мне бросать болт даже больше нравится Я тогда больше, как бы, прислушиваюсь Потому что он, по сути, как бы Ты на него полагаешься, типа, а он определит за аномалию Но когда ты сам слушаешь, то Больше контроль От происходящим, это лучше даже Как ниндзя В зоне по прямой никто не ходит, как говорится Вот этот ветер у меня Он, кстати, подозрительный Вот он может принести радиацию Я понимаю, что он к месту не привязан Но он как такой предвестник того, что может сейчас что-то произойти Может заскочить к военным Там прикольно Там Не знаю Нет, не обязательно Все, хочется уже снять Артефакты Хотя Хотя бы, да Чтоб тот не расходовался Тут как будто видна только нижняя часть ручки Я не пойму А, да Глюк Я думал, может Аномалиями разбило Сейчас начнутся глюки Я об этом знаю Но это не делает их менее страшными Собаки Здесь Откуда А, нет Тут, да Тут было, по-моему Стая собак Это звучало очень реалистично В смысле Это может быть не глюк Это может быть А просто собака забежала сюда Но Это может быть и глюк Этот звук всегда мне так нравился Глядь, это какая-то птица Ну Я так представляю Как она этот звук вообще издает Это же наш Трещать как-то так должна Я сейчас думаю о том Что тут из-за кучи деревьев На самом деле легко Прятаться Вот я помню Я тут даже с военным сразился И смог Вот, начинается Вот они Может тут просто пробежать Сейчас думаю Так, это зомби А вот контролер У меня сейчас столько новых анимаций Так, они идут сюда, да А что если я отбегу в ту сторону Подальше Мимо аномалий Да через артефакты Вау Они не могут избегать аномалий Это хорошо Окей Так, я немного дальше Чем Ой Я нажал восьмерку Я не знаю даже что это делает М6 Да, 6 Мне нравится этот звук Я понимаю, что он должен Напоминать фильмы ужасов И типа там Страшным быть Но он все равно красиво звучит Потому что Мне самому нравится Так искажать голос По-разному Ах Вау У меня прицел Дергается тоже Ну Только что я бежал прямо Вообще ничего не нажимал И Меня в сторону Отбросило Пси здоровья Моя еще в норме Ух ты Да Пока не отнялось Так Вон они Три все Это хорошо Это дает мне шанс Пробежать мимо контролера Приск сохранен Мне не так страшно Это все Так Тут я в безопасности От зомбей Но А, вон он Они все на той стороне Я могу реально пробежать Сейчас тут И просто Даже Не пересекаться с ними Вон они все И вон он А, он ходит Блин Интересно Он умеет бегать Умеет повреждать Мне кажется Скорее всего Блин Зомбей страшный Они не меткие Они не должны По мне Прям сразу попасть Ай шо Я рискну Тихо 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 У меня там нету Йес Вау Я Ну Я не надеялся Что это может Сработать Ну в принципе Тут много места Достаточно То есть Они В последний момент Только успели Меня увидеть И это обычные зомби Это по-моему Такие как На янтаре То есть Они не сильно меткие И Не очень далеко Видят Ну не как Враги По крайней мере Здесь И Сам контролер Я услышал Что он меня услышал То есть Он сказал Вот это вот Но Это не Не посчиталось За нападение То есть Он меня не успел Вот этой волной Пси Влияние Стрельнуть Это круто Я пробежал Правда Они там теперь Скорее всего Останутся И в следующий раз Когда я приду На агропром Они будут Как бы Меня поджидать Это не очень Прикольно Немного На самом деле Я часто так думал Что было бы Круто начать Новую игру И Убедиться Что Волк Не умер Что Иван Небов Не умер Как-то так Играть Зная Все Но все равно Это слишком Сложно И долго И я не знаю Как это сделать Все Но Переначать игру Было бы тоже По-своему прикольно И Больше Например Открыть Дорогу На Болота Вот такое Все То есть Тут слишком Много Ситуаций Таких Которые Неисправимы Получилось И За них Обидно Это как бы Не та игра Которую Можно вот так Вот взять И перепройти Она хоть Рогу По сути Ну то есть Тут все Рандомное Но при этом Ее Нельзя Вот так вот Как аркадную Игру Запустить Поиграть Три минуты Умереть И опять На сядь Как спиланки И прочие Вот эти Которые Ну Все таки Она масштабная И так далее Я еще думал Кстати Я вчера смотрел У Как его Браун Марк Браун Game Maker's Toolkit У него Вот этот Видосик Он делает И там Он рассказывал О том Почему Не хочет Типа Проходить Doom Но почему Он проходит Те же Assassin's Creed И прочие игры И рассказывает О пейсинге То есть О том Как В играх Есть разные Режимы Например В Tomb Raider Есть Как бы Головоломки Потом Есть катсцены И все Такое И типа Игра Все время Старается Не задерживаться Слишком долго На одном Режиме Игры И я так Подумал А почему Мне например Сталкер Все время Хочется играть И понял Что как раз За счет Вот этой Рандомности То есть Он как раз В этом плане Как спиланки В спиланке Ты никогда Не знаешь Ты можешь Начать игру И сразу Умереть Полсекунды Поиграть И все А можешь Сразу найти Джетпак И вот эту Штуку Которая позволяет Видеть сквозь Стены И найти Кирку И разбить уровень И найти Еще что-то ценное И тогда Дойти до зимних уровней Например Ну это Я про себя рассказываю Потому что Некоторые доходят Даже дальше А в сталкере Именно настолько Непредсказуемо Все Что ты даже Вот из самого Банального Действия То есть Допустим У меня только что было Просто Дойти до вышки Передать Ящик Вот этот Но Вот я уже Сколько Четыре раза Это пытаюсь делать И каждый раз Все по-другому происходит В этом Как бы Его Реплей Обилити Бесконечная И это круто Это я реально Я так подумал Что Поэтому он Наверное Я является Одной из моих Любимых Именно игр Не Даже не столько Может Так Что-то произошло Сеттингом И сюжетом И всем таким Хоть это и в нем Тоже очень круто Этмосфера И все такое Но И вот этой Рандомностью Короче Вот этой Элементом Искусственного Как оно называется Симуляция жизни Какие-то мрачные Тянет Да Вроде не О я могу Наконец-то Маску Снять Наконец-то Так лучше Вау Ух Сразу Как-то так легче На глаза Вау Я выбрался Оттуда Неужели Мне кстати Сейчас по идее Должно Если тут все Как в оригинале То мне сейчас Должно прийти Сообщение От Блокпоста На военных Где они Скажут Про Кабанов Это крат Что я выжил Выбор завтра Утром Надежные каналы Оу Окей Буду иметь ввиду Постараюсь К этому времени Добраться До бара Прям Знаешь Надежда Вернулась Реально Я могу Сейчас Что-то Сделать Смогу Класс И у меня Сейчас Так быстро Перемещается Все И так Как-то Не тормозит Ну Опять Затормозилась Тут Ничего Нет Ух ты У меня Еще и фонарь Нормальный Так Мне надо Снять Артефакт Чтобы не Расходовался Лишнее время Вот этот Да Ох Класс И можно Сохраниться Успех Не знаю Я с одной стороны Как бы Заблокировал Себе Ну А как я С другой стороны Сейчас бы С этими зомбями Ну Их нельзя Даже с одного Хэтшота убить То есть Я бы долго С ними Сражался И потратил бы Все патроны И Не факт Что Контролер Не напал бы На меня Ух ты Смотри Тут есть Штука Интересно Возле Можно сохраняться Я по-моему Уже проверял Но Не Именно Возле Это и нельзя Но тут Можно Класс Так Выбор завтра Утром Сегодня Сколько Времени Одиннадцать А так Еще целое Сутки О Давай За сто Ха Даже не обсуждается Окей Это мой Дилер Ха Не знаю В принципе Оу Всю Вдоплоть Так Это интересно Куда они здесь Сталкеры Там плоть Сквозь забор Не надо стрелять Окей Так Одна убежала Да А вторая А их две Окей Они обе Сюда убежали Так Эпсерда Собака Сюда Идет Вау Плотей Тут вообще Никогда Не видел Интересно Даже Зря Я по той Пострелял Она Так и не Ранилась Но хотел Поучаствовать Как бы Потому что Постоянно Полагаюсь На сталкеров О Вот Они Возвращаются Похоже В жазинку Попали Они хотят Но боятся Как будто А Может Это специально Может Это новое Это типа Как Вместо Вместо Этих Кабанов Еще И Добавили Мутантов Я Не Попали Эти 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 Так А где У кого-то Из них Может Будут Спички Кстати У этого денег Во-первых Так много 21 тысяч Ну Стреляйте по ним Эти 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 Это кто пришел Новый или нет Я не успел Заметить По-моему Вот этот Пришел Это он Он Просто Отходил Так Мне надо К моему Сундуку Добраться Просто Там У меня Лежат Мои Хвосты Собачьи Их Надо Попродавать Новым Сталкерам У которых Сильно Много Денег Класс Тут Так Вот это Место Мне так Нравится Тут Даже Подушка Я смогу При желании Оу Артефакт Мой А Это Сломанный А я Выложил Из Сундука То есть У меня Его И не Было Что Интересно Я Забыл Об этом Вот Мой Хвост Который Я могу Продать Тому Который Новый Пришел Ну возьму Пожалуй И Коготь Возьму И Да Голову Так Пистолетных Патронов Я вообще Все выложил Вау Я явно Экономил А нет Я не все Я часть Выложил Ух ты У меня тут Еды Куча Класс Надо Сюда Выложить Вот эту Надъеденную Хотя Нет Я ее Съем Лучше Да Пусть Пусть Будут Пусть Будут Тут По ком Они там Стреляют Так Ну вроде Все Тут Из ценного Особо Не сильно Даже если А нет Вообще Это Штефак Надо Так Я сразу Его сложу В контейнер Главное Чтобы он Сейчас Закрылся Потому что Иначе Придется Перезапускать Локацию Посмотрим По ком Он стреляет И Под чем У него Расценки О Это Новые Пришли Ух ты Вы Это И тут Не было Не было Спалкера Не было А Это Вот Он С теми Кто-то В аномалию Кажется Попал Костей Вот Этих Тут Явно Не было Ну что Ты там Собираешься Такой Молодец Видно Сразу Что Новичок Сказал Я И Умер От Плоти Все Таки Реально Кто-то Попал В аномалию Блин Я надеюсь Это не кто-то Из Тех С кем Я все Время Торговал Не Тут У кого Сыч О Знакомый О Спички Это То Что Мне Надо Все Покупаю Сколько Бо Они Не стоили Сейчас Мне До Евг prophetic Торговар О 180 По-моему Нормально Я не уверен Сколько они должны Стоить Но вроде Это хорошая Цена Продаю Короче 185 Там кто-то вообще за 330 Но это не на свалке Да, вот эти совсем дешево берут А вот этот У этого как бы Да, это самая хорошая цена Все-таки, реально Можно пока и эту голову Продать, она мне пока А, нет, она для рецепта не понадобится Все, продаю У него же есть, о, у него последняя почти Все, класс, я даже сохранюсь Потому что В принципе, более-менее успешно Все прошло И там такие мелкие дела, которые не хочется повторять Например, доставать артефакт из сундука И все такое Так, там лежало, по-моему, еще В сундуке Там ПДА какое-то лежало, там хоть записной книжки не было Просто не помню, какие у меня предметы Вообще есть О, здоров, кто же тут Работяга, да, помню All right 500, это нормально Это Нормально Блин, я вспомнил, что у Сидоровича спички по 300 А я купил за 400 Но мне как бы надо Мне Аудиатор Трамплин Все-таки эти сталкеры попали в аномалии Очень так Основательно Я, кстати, никогда не замечал, что тут яма такая Причем власт альфе, она вообще огромная, заметная такая Как бы там вообще там тоннели всякие, ну как такой мост Вообще уже ненормальный Я пытаюсь для себя прикинуть, где центр Мне всегда кажется, что центр Так, как бы так показать Сейчас Что центр экрана Где-то вот тут Вот тут Вот где сама Плоть То есть, ну, когда я смотрю У меня экран немного ниже, чем я нахожусь И поэтому я всегда целюсь немного выше, чем надо Я не оправдываю А наоборот, как бы Объясняю, почему я всегда целюсь Почему я не стреляю на вскидку Потому что реально прицел физический, фактически, игровой Он ниже находится, чем экран у меня Вот, допустим, если он начинает целиться Вот видно, где он Ха, нет, тут вообще оно показано Короче Вседоплотье вообще не обязательно нападать Пойду к долговцам по чуть-чуть Так прикольно Узнаю хотя бы Есть ли тут Вот эта сценка с Кабанами Сейчас будет куча-куча аномалий О, о, смотри, сталкер Он в аномалии И там радиация Но это же сталкер И как бы, знаешь Ммм Соблазн есть подойти О, собака хотя бы не в аномалии А вот эти, да, явно в электрии лежат Классно, что плоти такие, как Ну, как животные себя ведут То есть, они не тупо бегут, нападают и всё И не только убегают А реально очень непредсказуемо себя ведут Могут побежать в сторону Могут испугаться Могут напасть Могут, ну, как Сами себя не управляют Такие не знают Бояться или нет Это делает их такими, естественно Так В аномалии ли она умерла? Возможно Потому что она могла пробежать И её по инерции сюда отнесло Но в любом случае Это хорошо для меня Потому что О, вот почему Класс Так, и там плоти Ещё Долго цв ещё дойти надо Оно-то кажется близко Потому что в оригинале Ну, как бы пробежал и всё И ты уже там А тут Тут на пути обычно куча собак Сейчас ещё повезло, что нету обычных собак Ну, они все в аномалиях просто остались Так, я вижу воронку над машиной И Здесь вот это Это ж, по-моему, телепорт Чу На О, ещё один телепорт Интересно Если сейчас будут кабаны Я буду не готов Знаешь почему? Потому что Даже если я смогу от них куда-то залезть И спрятаться И они сами от них отстреляются Мне всё равно Радиация от них заденет А у меня нет антирадов В общем О, смотри Нету Да Тут можно пройти и так Вон прапор вообще возле костра сидит Ему всё равно Они уже меня как бы пропустили Так, тут зажжён костёр О, нет Зажгите всё-таки А ну, F5 Мм Тут в принципе ни к чему Это ж прапор, да? Я... Работай Не нужно ничего Класс Мне нравится как он выглядит Он вообще отличается от всего Что в игре было Фух Я так рад, что тут нету сейчас Этой схватки с кабанами Знаешь, она в этой игре Была бы явно не в тему Тут вообще Вся игра Вот Ну, весь мода Отличается Тем, что он реально Заставляет игрока Ощущаться так Как будто бы Ну, точнее Игра Такой баланс у неё Что реально Объективно Выгоднее Просто пробежать Мимо схваток Чем Пытаться всех там Расстрелять И Там Лучшим быть Тут реально выжил И круто Вот я мимо Мимо этих пробежал И это уже победа Я мог же не добежать Застрял тут ещё Так Это бармену Надо отнести Как же я до бара Дойду-то Здоров А, говорят, кнопка К Пинает крыс Не Типа К Кик Не помогло Это чей-то Сундук Так А эти Открываются О, да Интересно А тут Случай Нету Это было бы Я понимаю Слишком Как бы Но Тут Если бы был Спальный мешок Было бы прикольно Ну нет Тут такое Нежилое место Кто там Не, реально Кто там А, от собаки Звук Звук Вот этот Вертолёт И так Красиво Всё Класс Так всё Именно Вот реально За счёт Звуков Ну так Потусторонне Всё С одной Стороны Я Типа Наслаждаюсь Вот этим Моментом Что я тут Нахожусь Но Я в то же Время Откладываю Путешествие В бар Потому что Я помню Какая Долгая Дорога Туда И как Невозможно Там всё Сделать Вообще И по-моему Я не смогу Там без Без Антирада Даже Там радиа А нет Радиации Там нет Но там Будет Сейчас Очень много Мутантов Где он Там Псо Оно Подходит Вообще Ага Вон Попал Попал Воу Побежал Как говорится Ты чего это Ты шёл у меня патронов О я не взял Мои мощные Автоматы У меня остался Тут Да Список вещей Тут есть Так Микстура Колбаса Автомат Вот АКМ Да АКМ Там остался И патроны АКМ Так Один И Один А чё один Это имеется ввиду Типа как Пачка Ну да Я помню У меня их очень мало Так что В принципе Пойду с таким Пока Просто боюсь Как бы Шесть дней Двадцать Три часа Это имеется ввиду Сколько он Там Прохранился Или как Так кстати Я сохранюсь Чтоб знать Или то Сколько осталось Если осталось То это долго Ещё Здоров Нет Не забудь Погода Много аномали Стандартное Мм О Триста Это немного Конечно Много Честно говоря Но Это и не восемьсот Хм Ну хлебку Куплю пока Хлеб Точно Всегда Надо О Кстати Он Частью монстров За сто рублей Вообще Не смеши меня Ух ты Я Не помню Подходил ли я К этой штуке Когда-либо Реально Я забыл Какая она И чё Чё Я всегда шёл Как бы Прямо Ну я Всегда Когда вижу Аномалии Мне хочется К ним Подойти Хе Хе Ну Чтобы обойти Конечно же Но и Потому что Они сами По себе Прикольно Окей Они тут Не менялись С 2012 Года Ну Внутри Игрового 2012 Играться Сделано Раньше Я в курсе Но Всё Надо в бар Добал маску Одеть Сразу Ну Я думаю Там Сразу Не будет Так Сейчас На меня Нападут Кабаны И Плоти Соответственно Единственный Способ О Я сейчас Осознал Насколько Странно Что я Раньше Стремился Сюда Попасть Это Было Для меня Таким Как бы Финальным Пунктом И типа Я готовился Неделю К этому Всему Перезаряжал Там Всё А сейчас Вообще-то Надо было Тоже Перезарядить Аккумулятор Тоже Чтоб Добежать До бара А я Как-то Не Не совсем Не готовлюсь Как-то так Уже Кэжуали Туда иду Как Обычно Просто В бар Сходить Не Я думаю Это возможно Сейчас Единственное Если попаду В Вот этот Телепорт То он Может Меня спасти От этих Псевдоплотий Либо Нет В общем Если что В любом Любой Мед Смогу Развернуться И вернуться На Свалку Так что Всё Всё хорошо Всё хорошо Всё 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 ём Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я нажму... О, всё... Ха, и небо восстановилось сразу... Слышу электру... Вон там... Окей, значит, то там... вон же она дождь идет класс разбрелись по проводам стаи птиц и дождь идет за меня всегда по-другому пою я не пою не так как надо и мне это расстраивает потому что я пытаюсь я знаю как надо спеть но у меня поется она всегда по-другому там мне нравится вот эта крыша кстати дома она так еще так недостижимо стоит и выглядит как то есть как край забытого хутора так красиво опять же делает всю территорию более believable ну и что у меня сейчас есть хороший автомат по моему есть смысл сразиться с этим кабаном потому что если он тут один то я смогу с ним строить смогу на вот да хорошо прям идеально я бы сказал учитывая что у меня еще куча патронов так вот еще еще парочка а вот а вот псевдоплоте здесь вообще не в тему да вот от них я не знаю как артефакт там артефакт блин я просто когда загружу он исчезнет он там был он там сразу был был такой шанс там был артефакт класс я сотрюшу реально тем дальше в зону тем больше шанс найти артефакт и так именно тру сталкер пока загрузится можно вообще ходить делать что угодно ждать тяжело я как темный сталкер типа водички попить обидно на самом деле потому что я вот теперь на том этапе когда для меня например два кабана вот я смог только что повредить ну победить не повредившись но эти плоти тут так специально сделали чтобы много было именно мутантов и чем не больше всего расстраивает сейчас аномалии все переставятся местами принципе трамплин в который я попал я нажал шестерку до того как раз загрузилась ну достаю уже был сразу же и маску сейчас надеть не забыть а вот телепорт поставили здесь не случайно потому что если я сейчас так например заманю как можно дальше этих плоти и потом в него попаду тогда они до меня не достанут 6 это как отвлекающий маневр тут специально все тут тут продумано на самом деле то есть она вообще во многих отношениях как стало как как приключенческая игра смысле как головоломки такие небольшие где-то здесь был трамплин по моему у меня распознается болтом там так красиво и короче если отсюда приманю всех этих мутантов и потом попаду в этот телепорт он меня отбросит немного вперед и это идеально потому что они потом ну это как фору даст небольшую я дальше от них смогу отбежать нормально для начала пожалуй куты мельница работает крутится класс так нравится за эти новые объекты они ну из-за того что там такие у них физика другая немного и как подвижнее то ну класс вообще от новые места и и новые и вот эти которые забытых утром основном они мне так нравится именно дизайном чтобы пойти какие тихо тихо ну на дождь идет видно визуально но звука нет немного слышно но еле-еле так теперь вот плоть немного ближе это даст мне шанс по ней пострелять но плоти я так помню они хоть и сами по себе не особо опасные хоть это не только что убила одна но это не считается но они больше в основном живучие короче их долго на именно стрелять придется тут один камень не настоящий у него нет текстуры а нет они настоящие но они звучат как листья маска такая грязная у меня была фляжка я бы сейчас тут сполоснул если конечно еще есть так ну вот это же значит что полная нет а нет на сначала ее положить отсюда туда и там я не понимаю вот эти символы ладно неважно он все с дождь наконец-то слышно стало это мне на руку аномалия какой-то у меня был план но я уже забыл о нем как-то она странно себя ведет она как боком идет как-то она странно себя ведет она как боком идет что такое прям хоть бежи бери и пробегай мимо них окей ну тут тоже куда куда это а назад а всегда сюда окей она меня буквально в то же место отбросила а кабан класс они еще и подранили себя в аномалиях обожаю эту воронку она спасла мне жизнь есть а кто пси кто на меня пси воздействует вообще а это трамплин да я ж да а ну ж давай смею что такой же звук очень красивый был говорят ну не точнее я просто слышал что зебры короче звучат так как все в доплоте звучат то есть для них использовали звуки зебр Я вообще никогда не думал о том, как зебры звучат, но в зердоплоте это понятнее, чем зебры. Их вообще невозможно, вот, то есть на них надо потратить 20 обоим. И у них тут, по-моему, невидимая стена, они не могут подойти ко мне. О, о, о. Вот туда и бегайте. О, есть, фу, неужели, я думал их вообще невозможно убить, они слишком живучи. Если кабаны живучие, то тут вообще... О, она ещё попала в ту. Класс. Эм, мне надо добавить патронов. Great. I'm ready. Всё, одна это не угроза, так что можно... Эм, на самом деле не сильно хочется. Заражаться радиацией сейчас от этих кабанов, они того не стоят. Копыта стоят не так уж и много. Жизнь дороже. Так, всё, первое препятствие как бы пройдено. Но здесь будет сейчас телепорт, поэтому надо не по дороге идти, а по-моему немного как в стороне. О, тут костёр. У меня есть спички. Знаешь что, я сохраняюсь. Где он, где он, где он? Чуть дальше. Вот он. Да, я сохраняюсь. Мне как раз хватит. По-моему в спичном коробке две спички. Соответственно, даже если сейчас одна... Блин. То вторая точно зажжётся. Ох. Я, честно говоря, не надеялся. Я сказал люмос максимум и потом исправил себя, сказал инсендио вообще-то. Класс, теперь я могу сохраняться. Вообще очень успешно это всё прошло, потому что... О, класс. И все излучение закончилось. Потому что они, получается, в основном себя сами перебили в аномалии и не могли ко мне подойти. Так что, очень круто. Ох. Ещё даже не... Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Фух. Класс. Я уже, блин, я так рад на самом деле, что я на таком, типа, уровне, что я могу не целясь стрелять в собаку и повреждать ее раньше. Потому что я же раньше мог только с пистолетом, ну, не побеждать, а повреждать. А теперь могу и побеждать. I'm winning, короче. Так, F5. Класс. Еще вот я осознал, что вот в первый раз я как бы неестественно против правил игры пытался пройти в бар. И это было очень не круто, и как-то вымученно. И я целый день туда шел, и в итоге звук рассинхронизировался. Кажется, оно того не стоило. Но сейчас я туда дохожу так, как это вот должно быть. Это ощущается более правильным. Во-первых, тогда, по-моему, был дождь, ну, не было дождя, а наоборот, было солнечно. А теперь именно идеально. И в маске, и я как бы уже готов именно с точки зрения навыков и всего такого. Так, единственное, что мне хочется все-таки подойти к этим мутантам. И, например, глаз плоти добыть, или что-то такое. Не, этого не стоит. Важнее добраться живым. Но слава богу, что я пока живой. Наименее мне нравящаяся песня из песен Владимира Минина, но... Тем не менее, крутая. Так рад, что он в свое время сделал эти все песни по сталкеру, и не только. Не сталкерские песни тоже у него классные получаются. К машине можно подойти, короче, да? Тогда просто... Тогда все так. О, есть. А что тут за грохот? Я как будто бы... Да, я прям в аномалии был. Все это время. Окей. Точно, блин, вау, ого. Я реально хотел сказать. Я как будто бы стою прям посреди аномалии. Я реально был над ней. О, вот. Отсюда обычно начинается, как бы, нормальный бар. По-моему, тут сейчас будет опять телепорт. О, телепорт. Я вижу как будто бы... О, артефакт. Реально, мне не показалось. Все, тихо, ладно сейчас, чтобы тут не было телепорта, потому что... Не хочу возвращаться. Блин, я попал в аномалию. Еще так по-глупому. Я сдал, лазил на машину, чтобы от возможных мутантов скрыться, но их там не было. Почему этого не стоило? Артефакт. Артефакт. Тихо-тихо, не пряжься под машину, не западай. Так, ммм. О, есть. Это обычная медуза, но... Я не против. Ммм. Так, как у нее? Радиация 2, ажо. О, хорошая. Здесь здоровье, пылестойкость, плюс 7. У каждого артефакта разные характеристики, поэтому я смотрю. Ох, класс. Так. Так, so far, невероятно успешный заход. Так, кровотечение мне не нравится. И вот, немного слизи уберу. Мне кажется, возле этих машин. Там кто-то на форумах всяких АМК. И, ну, там где про эту игру, короче, можно обсуждать. Говорят, что, типа, а че нельзя, например, под дождем вымыть маску? Реально, вот сейчас такой прям ведрами столько воды течет. Но это, типа, не считается. По-моему, говорят, что дальше вот тут вот уже... Можно маску снимать. Сейчас попробую. Сейчас я ее снимаю долго. О, вот. Я хотел просто увидеть, как оно... Да, все на самом деле серое. Мне показалось, что небо более синее. Но эта маска так опылена. Ух ты, да, здесь не задыхается. То есть только вот там вот, на входе. Ох, это очень круто. Есть, здоровье восстановилось. А в той же... О, нет, опять же, окей. Недолго торжествовал. Так, я вижу кабана. И слышу перед собой воронку. Что я не увижу. Ага, вот. Это химера. Не, это кабаны. О, хорошо. Кабаны, это хорошо. Но там, по-моему, и химера тоже. На этой машине более-менее безопасно. И, по-моему, они сюда не бегут. Как же классно. Вот я реально, я в тот раз вымученный сюда пришел. Было не классно. Теперь вот именно все так, как должно быть. Мне нравится, что маска грязная. Мне нравится, что дождь идет. И нравится, что... Как бы я уже по-другому отношусь к игре. И это, ну... Заняло год. Даже больше. У меня с этой игрой как бы long-term relationships, как говорится. Так, а что там? В смысле, это химера или... Или кабаны? Так, это кабаны. И псевдо-собака. Да, да. И они, по-моему, даже друг друга бьют. Вау, там жадинка, по-моему. Или это костер? Да, мне немного хочется вот прям вдоль вот этого забора пробраться туда. А потом... И сразу кабан перебежался на эту сторону. Естественно. Я, в принципе, так не особо переживаю. Потому что я сохранился только что возле костра. И даже если они на меня нападут... Оу. Нет, если все нападут, я ничего не смогу сделать. Всевдо-псо. По-моему, сюда не бегут. А, вон там еще и обычные собаки. Тут надо, короче говоря, просто пробежать. И я могу. У меня... Есть артефакты для этого. Я не переполнен. С теорией, должно быть реально. А еще. Надо рискнуть. Я бегу с той скоростью, с которой в игре в оригинальной он ходит. Тихо-тихо. Радиация, не надо. Не надо. Блин. У меня же нет антирадов. Так глупо. Сейчас надо наменять у бармена антирады. Антирады. О, нет. Мне показалось, что она исчезла. Но на самом деле я просто не вижу красный цвет. И поэтому... Показалось, что ее там нет. Блин. Может у меня есть антирад? Может завалялся где-то? Ноп. Ну, все, это да. Да. А как же там пробежать? И он меня сразу еще и обыскивает. Как, например, можно сделать так, чтобы я... Вот если я пробежу по центру... Пробегу по центру дороги. Изменит ли это что-то? По-моему, тут была радиация изначальная. И я должен прийти в бар. Под ради... Под зараженным. Нет, это, наверное, не специально сделали, чтобы нельзя было обойти... Мимо врагов. Чтобы надо было по дороге, по центру идти. Либо... Скорее всего, это для этого. Сейчас еще подумал о том, что... Выход из бара, который дальше немного... Он блокируется, ну, по сути, телепортом, который всегда возвращает обратно. И для того, чтобы сквозь там пройти, надо какую-то специальную карту у кого-то там по миссии, в общем. Скорее всего, в общем, дальняя часть карты... Ну, вот, допустим, армейские склады, которые сейчас на экране. Вот, они откроются... После того, как я, например, сделаю все задания, которые там в темных долинах и прочее. Ну, опять же, это теория, как бы. Я не уверен, как тут сюжет расширен, в какую сторону, как бы. Ну, я помню, что я в NLS начало, в шестой версии, я... Именно до бара дошел, и я там нашел вот этого торговца оружия, имя специального. У него заказал и вернулся на болота. Это была моя основная, как бы, деятельность здесь. А все, что дальше... Ну, его, по сути, нету, потому что там не доделан был мод до туда. И сейчас я не уверен. Так, интересно, медуза, кстати, там есть. Ой, сейчас не попаду в аномалию. Мудрость. Ну, в этом смысле. Это я не харкаю, потому что в зоне, как известно, если думаешь, что ты все знаешь о зоне, считай, что тебя уже нет. Так классно, на самом деле, цитировать из книг фразы, когда они реально, ну, в игре физически, как бы, имеют смысл. А не просто, там, для атмосферности. Окей, он схватил. Так, и теперь сюда. Есть. До 30 все-таки. Мне казалось, что в этой всего 25 патронов. Тут интересно, что тут сколько бы у тебя не было патронов, исход боя будет зависеть от того, насколько ты хорошо спрятан от врагов. То есть, даже если у тебя будет бесконечно патронов, если ты не успеешь их перезарядить, например, то все. То есть, больше, чем вот у меня сейчас 80, больше и не нужно. Интересно, что у этого сталкера, кстати, я не помню. Классно было бы, если бы у него был антираут. Конечно, много я жду. О, еще. Я осознал, что вот эта медуза, она появилась, потому что я перешел на новую карту после выброса. И в начале там тоже был артефакт. Наверное, тоже медуза, потому что... Я не думаю, что более ценное что-то будет. И я осознал, что как бы тут можно находиться и ждать, переждать выбросы. И реально, ну, как наживаться, можно сказать. Так, а ну, кабан. Не желаешь подойти вот сюда? О, есть. Я его... Он застрял, я ему помог. Не перезаряжается. По-хорошему, мне вообще залезть на одну из этих машин, но... Там сильно высоко, я туда не допрыгну. Хотя, что-то так прям шумит, прям. Вот в эту бы так было бы идеально запрыгнуть. О, идеально. Подходите, подходите. Ой, у меня радиация от них. О, есть. Фуф. Так, это не меняет факт, что я в радиации. Без антирадов жить вообще тяжело. Давай, у тебя будет антирад. Окей, спасибо. Так, псевдопсо, дай-ка мне хвост. Nope. Окей, всё, я... I'm out of here. Ух ты, мне, кстати, не так уже плохо. И я избавился от таких... Самых опасных врагов. Здесь. Сейчас он меня лечит. Может, я успею у кого-то антирад купить сейчас. Так, собаки, даже не пытайтесь. А-а-а-а. Опять... Ещё и этот выронил. Всё, он один на меня не нападёт. Где мой пистолет выпал? М-м-м. Блин, заходи моей собаке. Отомщу ей. Теперь. Теперь я понимаю, почему этот мод назван... Я-меченный. Так, мне нужен мой форт. О, вот. Спасибо. Давно не виделись. Класс, я рад, что тут нет радиации. То есть... По центру дороги всё-таки можно пройти. О, и радиация сразу. Ну почему? О, она не такая уже сильная. Фуф. Я дошёл более-менее. Крайне мере, у меня не 0%. Я хочу сейчас отключить звук на записи. Для того, чтобы авторские права не сказали, что что-то там им не нравится. Короче говоря, так что сейчас будет слышен только голос, к сожалению. Прошу прощения за такие меры. Просто... В прошлый раз, когда я выложил видео, в котором играла вот эта советская песня по радио, которую тут невозможно отключить, то звук пришлось на всём видео отключать, считай. Так что... Это единственный способ. Я буду описывать, что происходит. Сейчас красивый дождь, значится. Гром прогремел справа сейчас. Крыса, кстати, молчит. О, сейчас она сказала что-то. Кстати, маску можно хоть сейчас снимать? О, есть. Мне надо у костра постоять. Я знаю этого сталкера. Он говорит об одном из секретов, типа. О, вот играет сейчас что-то советское. Меченый. Как оно? Путём всё? Меня уже знают тут. О, артефакт за 300 тысяч. Рубиновая батарейка. Я такое слышал, кстати. За такой артефакт можно обменять оружие у... Класс. По виду напоминает обычную батарейку, но красного цвета. Слабо радиоактивно. Защищает свет. Возможно, трансмутация батарейки. Преподание выдуманное снежное. Ага. Эффектно-основление силы. Немного защищает. А ну, какой у неё эффект? Пулеустойкость, взрыв, электрошок. Ну, радиация, правда, сильная. Ну, выносливость. Ты шо? Классно. Один из них что-то говорил о том, что где-то здесь кто-то есть, который... Вау, я в баре. Я в бар добрался. Неужели... Сейчас хочу постоять возле... О, у меня радиация вывелась. Класс. И сохраниться можно. Я вот думаю, смогу ли я более успешно всё это пройти. В принципе, радиация... У меня только что не так уже много набралось. Учитывая, что я пятерых, блин, кабанов завалил. Всё, сохраняюсь. Фух, так, это этот... Трепало балабол. Да, пруд балабол. Садись. Да не, у меня нету сейчас водки, чтобы с тобой разговаривать. Вот. Вот это вот то, каким я на самом деле представлял... Ту ситуацию из песни вот эта, сталкер я, сталкер ты. Она у меня всегда ассоциировалась с вот этим вот местом. Тут вот этого не было, конечно же. Вот тут в этом сундуке я складывал все вещи. О, я могу и сейчас туда складывать. И вот я, когда под этим навесом находился... Знаешь что, я, пожалуй, включу. Или нет. А, сильно сложно. То вот когда он говорит... И дождь идёт, зовёт меня... Я представляю... Вот это вот место. О, второго. Это этот? Да, прапор. О, ещё один прапор. Так... Сейчас реально выключу. Мне просто реально тупо вот не нравится то, что играет сейчас в основном, как бы... Всё, я тупо выключаю звук в игре. И включаю эту песню ещё раз, знаешь? Чисто, чтобы... Как это уже традиция по-своему. Потому что я в тот раз неудачно записал, в этот раз хочу как следует записать. И может даже перезапишу стрим. Да, без звука очень странно играть. Может, в смысле, следующий выпуск начну с этого. Да, да, уже полтора часа. Будет потом очень неудобно искать по линии. Так что... Всё, до бара добрался. Ура! Выпуск закрываю, но продолжаю запись со следующего раза. Так что, пока выключай.